Добрый день, уважаемые коллеги! Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность поделиться нашим опытом использования порт-систем. Тут есть, наверное, определенная особенность, что у нас в городском онкологическом диспансере порт-системами занимаются анестезиологи. Как-то так исторически сложилось. Хотя, по большому счету, конечно, перитониальные порт-системы, это больше к хирургам, гинекологам, учитывая технические особенности постановки. Но, еще раз повторю, все это достаточно несложно и, может быть, вплотную отнесено к амбулаторной онкологии, может быть, выполняться в условиях стационара дневного пребывания, амбулаторных условиях. И технически все это достаточно просто. Поэтому, наверное, да, вполне закономерно обсуждать вопросы использования порт-систем, и в том числе перитониальных порт-систем, на конференции по амбулаторной онкологии. Как я уже показывал, при постановке основной деталью порта является камера. Основная деталь камеры порта – это вот эта мембрана, которая выдерживает большое количество инъекций. Основным условием является использование специализированных, специальных игл губера, которые не повреждают эту мембрану, ее только прокалывают. И вторая особенность портов и катетеров для перитониального доступа – это наличие вот этих вот манжеток на катетере, которые со временем прорастают соединительной тканью и таким образом блокируют катетер в канале и, кроме того, препятствуют подтеканию астетической жидкости. Если говорить о сроках использования порт-системы, то они, наверное, в первую очередь ограничены наличием и развитием осложнений, поскольку сам порт выдерживает до 2000 инъекций, и этого слегка хватает на 10-15 лет использования. Основными показаниями для имплантации порт-системы онкологических больных и больных других категорий – это является, конечно, эвакуация асцита, поэтому это могут быть больные и с патологией печени, у которых на фоне портальной гипертензии тоже достаточно быстро и в больших объемах копится астическая жидкость. Это может быть и проведение регионарной химиотерапии. Кроме того, сейчас появились публикации о возможности использования порт-систем для проведения перитониального диализа у больных с хронической почечной недостаточностью. Если говорить в целом о разных методах эвакуации астетической жидкости, то их можно выделить пять. Самый простой – это просто перитонеоцинтез, когда выполняются повторные пункции брюшной полости. Это может быть установка на какой-то короткий промежуток времени простого центрального венозного катетера в брюшную полость. Это может быть установлен перитониальный катетер в туннеле или же установлен перитониальный порт или перитонео-венозный шунт. Но это уже хирургическое вмешательство, когда сброс идет в венозную сеть. И, скажем так, мы у себя этого никогда не делали. А все остальное, я думаю, в своей практике так или иначе всем приходилось выполнять. И если говорить о безопасности, количестве осложнений, то вот этот ППП – это перитониальный порт по количеству серьезных осложнений. Наверное, наиболее безопасная методика позволяет снизить количество инфекционных осложнений, осложнений, связанных с повреждением кишечника, связанных с многочисленными пункциями. И если говорить о долгосрочной перспективе, то, наверное, у больных онкологического профиля, вне зависимости от того, планируется ли им регионарная химиотерапия или нет, именно установка порт-системы позволит выполнять многочисленные пункции брюшной полости наиболее безопасно и с максимальным комфортом, с увеличением качества жизни для этого пациента. Это ссылка на большую статью, где проанализировано большое количество пациентов для того, чтобы оценить риск развития инфекционных и прочих осложнений при использовании различных методик эвакуации асцита. Если говорить о видах имплантации, о способах имплантации порт-системы, то их четыре. Самый простой и самый, наверное, перспективный – это планировать имплантацию порт-системы сразу же при выполнении первичной операции. Например, при выполнении аксерпации матки с придатками по поводу опухоли яичников сразу нужно оценивать на перспективу, необходим ли будет этой пациентке порт, возможно, для проведения интерпретариальной химиотерапии и устанавливать ее сразу во время первичной операции или, если будет какая-то вторичная операция, то время лапаротомии, связанной с вторичными сжатистами. Кроме того, поскольку выполнение лапароскопии для оценки прогрессирования, для секонд-лук, при многих патологиях брюшной полости, при опухолях яичника, желудка – это уже рутина, то и во время этой диагностической лапароскопии, которая используется для стадирования опухолевого процесса, возможно, также установка перитониального порта. Кроме того, сегодня мы установили порт под УЗИ-контролем, когда для безопасной пункции брюшной полости используется ультразвуковой датчик. Также возможна установка под С-дугой, когда в рентгеноперационной пункция проводится под рентген-контроль. Ну, тут картинка все понятна, выполняется диагностическая лапароскопия, оценивается наличие метастазов по брюшине и сразу же принимается решение об установке порта, имплантации порта, и здесь на снимке как раз-таки момент заведения катетера брюшной полости. Понятно, что уже в этом случае дневным стационаром не обойтись, требуется проведение общей анестезии, требуется хотя бы коротковременная многоспитализация, и поэтому, скажем так, для сегодняшней конференции, может быть, это не лучший выход. А вот ультразвуковой доступ для пункции брюшной полости является более доступен, ультразвук сейчас есть практически у любых операционных, и на звуке мы можем очень четко и визуализировать все структуры. Вот она, верхняя косая мышца, наружная косая мышца, внутренняя косая мышца, поперечная мышца живота, и вот она, брюшина. Соответственно, можно избежать повреждения жизненно важных органов, в первую очередь не повредить кишечник, потому что даже в том случае, если у больной не так много асцита, как у сегодняшней пациентки, на ультразвуке всегда можно увидеть промежуток между петлями кишечника, куда можно безопасно выполнить пункцию, завести катетер и не получить развитие осложнений. Поэтому, наверное, с точки зрения амбулаторной онкологии, такого режима имплантации порт-систем, УЗИ-навигация, УЗИ-наведение будет наиболее безопасным и приемлемым. Ну, это вот то, что мы сегодня делали. Под контролем УЗИ-датчика пунктируется брюшная полость, заводится струна, заводится проводник, формируется туннель, вот она манжетка, которая будет находиться как раз над входом в брюшную полость и блокировать подтекание асцита. Мы отмеряем, где у нас будет находиться порт, формируем подкожный туннель, формируем карман, и вот конечный продукт, установленный под кожную клетчатку порт, в него установлена игла, которая будет служить для эвакуации асцита. Самым ценным в использовании порт-систем является то, что, в принципе, возможно эвакуация асцита не только в условиях дневного стационара, но и в домашних условиях. Можно обучить родственников пациента при наличии всего расходного материала выполнять эвакуацию асцита дома. Для этого не надо будет госпитализировать больного. На ночь устанавливается вот такая же игла в порт, подсоединяется к стерильному мешку для сбора жидкости, и за ночь вот эти необходимые 4-5 литров из брюшной полости эвакуируются, в дальнейшем угла убирается, и качество жизни у пациента, конечно, намного выше, потому что именно вот эти большие массы асцита и доставляют им наибольшие страдания. На лентинограмме мы видим камеру порта, установленную в проекции 10-го ребра. Вот он канал, в катетер, в подкожном канале, и катетер устанавливан в брюшной полости, таким образом, что можно эвакуировать асцит со всех отделов и с малого таза, средних отделов брюшной полости. Как я уже говорил, катетер является мультиперфорированным, поэтому даже если на какую-то часть катетера оседает фибрин или же появляется там контакт с кишкой, то остальные отверстия позволяют асцит эвакуировать. Здесь на снимке мы видим выполнение пункции брюшной полости под рентген-контролем. Вот она, игла. И мы видим распределение контраста в брюшной полости между петлями кишечника. Сам я, честно скажу, никогда под рентген-контролем брюшную полость не колол, но наши коллеги-рентген-хирурги говорят, что да, таким образом можно достаточно безопасно все это выполнить. Также заводится через иглу металлический проводник, формируется по этому металлическому проводнику канал, заводится потом толстый дилататор, и также устанавливается порт. Интересный клинический случай, когда из-за выраженного консерматоза, из-за выраженных спаечных изменений на нижнем этаже брюшной полости катетер удалось завести только вот в таком направлении под диафрагму. И поэтому желательно, чтобы во время имплантации порт-системы можно было проконтролировать, в какую сторону направился катетер, потому что в данном случае, конечно, пользоваться им неудобно. Приходится переводить пациентку в положение Тринделенбурга для того, чтобы максимально эвакуировать асцит. Потому что вы видите, что рабочие отрезы катетер находятся под диафрагмой. Если говорить вообще о региональной химиотерапии, то самая первая публикация о использовании интерперитониального введения химиопрепаратов относится еще к 1978 году. Джонс с авторами рекомендовал методику брюшной ванны, то есть омывание органов брюшной полости раствором химиопрепаратов использовался метатриксат и цисплатин, разведенный в объеме 2 литра из раствора, который при перетонной ауцинтезе вводился в брюшную полость. В данном случае идет публикация о больных как раз с раком яичник. И уже в 1984 году появились первые публикации о использовании полностью имплантируемых, то есть порт-систем для проведения перетониальной химиотерапии. Причем здесь проводилась длительная инфузия 5-фтураурацила. Данная публикация касается опухоли желудка, канцерматоза, связанная с опухолями желудка. Если говорить о, скажем так, фармакологической, а химической основе в смысле проведения интерперетониальной химиотерапии, то это связано с тем, что при проведении интерперетониальной химиотерапии концентрация химиопрепаратов в сотни раз брюшной полости в брюшине в сотни раз превышают таковые при системной химиотерапии. Например, для поклитоксела это соотношение составляет тысячу раз. Если вы ведете поклитоксел внутривенно и ведете его в брюшную полость, то концентрация в брюшине будет выше в 1000 раз при интерперитониальном введении. Для второго целого это 300 раз, для доксорубицина 470 раз. То есть регионарность как раз таки и позволяет добиться гораздо большей концентрации и таким образом, каким-то образом увеличить эффективность проведенного лечения. По этому поводу в 2016 году опубликован большой Кахрейновский обзор о возможности проведения интерперитониальной химиотерапии при опухолях яичника. Причем, видите, первичная химиотерапия интерперитониального у этих пациентов рекомендуется, поскольку целый ряд исследований, 8 исследований крупных, показали увеличение как общей выживаемости у больных с раком яичников при проведении интерперитониальной химиотерапии. То есть у всех этих групп больных, у продолжительной жизни больше. И время до рецидива при проведении интерперитониальной химиотерапии также во всех этих исследованиях оказалось больше по сравнению с химиотерапией, которая проводилась только системно, внутривенно. Что интересно, использовалась комбинация поклитоксела внутривенного и цисплотина и поклитоксела интерперитониального. Во всех этих исследованиях также использовалась вот эта методика брюшной ванны, когда химиопрепарат разводится на литр физраствора, вводится в брюшную полость, после чего пациенткам при раке яичников просили поворачиваться сбоку на бок в течение получаса, для того, чтобы препарат лучшим образом распределился. С точки зрения эффективности и безопасности использования портсистем, интересна еще вот эта публикация 2008 года. Это тоже из группы гинекологической онкологии Американского общества онкологов, где оценивалось количество осложнений и какие осложнения наблюдались при проведении внутрибрюшной химиотерапии с помощью имплантированной портсистемы. Всего было 86 пациентов. У 11 пациентов химиотерапию через порт пришлось прервать из-за вот таких осложнений. А у 75 процентов, несмотря на то, что осложнения были отмечены, тем не менее это позволило, они не повлияли на общий курс лечения и позволили эту химиотерапию выполнить полностью. Кроме того, есть целый ряд публикаций японских авторов по использованию портсистем для проведения интерпретониальной химиотерапии при раке желудка. Это вот коллектив из Ишигами и Ямашита. У них много публикаций по поводу портсистем. Они используют обычную такую же методику для имплантации, также формируют канал, карман. И, кроме того, при использовании вот этого режима химиотерапии, когда в брюшную полость вводился поклитоксел, отмечено значительное уменьшение осыта у большого количества пациентов, отмечена достаточно высокая продолжительность жизни и выживаемость в течение первого года терапии. Если говорить об осложнениях, которые наблюдались при использовании портсистем, то, конечно, это инфекция у определенного количества больных 6%, нарушение тока обратного 6% больных и образование подкожной, подтекания, подкожное подтекание осыта у двух больных. Вот на рентинограммах мы хорошо видим, как на вот этом катетере, установленном в брюшную полость, оседает фибрин за счет асептического воспаления, что препятствует обратному току жидкости и иногда препятствует и введению химиопрепарата в брюшную полость. Но, опять же, повторюсь, вы видите, количество этих осложнений невысоко. Еще одна интересная публикация 2017 года, тоже посвящена использованию портсистем для лечения канцерматоза, обусловленную раком желудка. Примерно тот же состав авторов, все так же. Единственное, что у всех этих пациентов имплантация портсистем проходила методом лапароскопии. Во время выполнения лапароскопии, когда был диагностирован канцерматоз, сразу же устанавливался импорт. Кроме того, что интересно, они сравнивают эффективность химиотерапии, проведенной через порт, в течение, видите, 12 курсов по сравнению с хайпек химиотерапией и системной химиотерапией. Делают вывод о том, что химиотерапия, которая проводится через порт в течение большого количества циклов у этих больных с раком желудка и канцерматозом оказывается более эффективной и в плане продления жизни, и в плане безрецидивного периода. В 2018 году был опубликован результат вот этого исследования, Феникс, где также сравнивалась химиотерапия интерпритениальная и системная при раке желудка и канцерматозе, где была показана большая эффективность интерпритениальной химиотерапии у этой группы пациентов. Если говорить о том, как еще может быть использован интерпритениальный порт, то я вот нашел такую статью, когда пациентам имплантировался перитениальный порт, он использовался для проведения химиотерапии интерпритениальной, потом его удаляли, промывали и отправляли промывные жидкости на цитологию, для того, чтобы посмотреть, осталось ли внутри порта опухолевой массы, есть ли там раковые клетки, и потом этих пациентов отслеживали по двум параметрам. Вот, значит, синий и зеленый – это пациенты, у которых цитология оказалась позитивной, то есть наличествовали опухолевые клетки внутри порта, и негативной. Видите, продолжительность жизни 7,32. И то же самое, позитивной и негативной, 84,42 – это общая выживаемость, это время до развития progression-free, значит, до развития рецидивов. Таким образом, вот этот порт, который находится в брюшной полости, он может служить таким маркером для оценки прогноза на развитие рецидива и дальнейшего течения заболевания. Поэтому не надо его, наверное, выкидывать после удаления, а можно его отправить на цитологию, посмотреть, есть там что им идти или нет. Ну и что еще может быть интересным в плане интерперитониальной химиотерапии, это проведение так называемой химиотерапии внутри брюшной полости под давление, когда во время лапароскопии создается высокое давление до 30 мм сантиметров оттутного столба в брюшной полости и вводится под этим давлением 12 мм сантиметров оттутного столба вводятся химиопрепараты. Считается, что вот это давление позволяет глубже проникнуть химиопрепаратам в метастазы по брюшению и таким образом увеличить эффективность этой интерперитониальной химиотерапии. Причем результаты достаточно показательны и вот до проведения интерперитониальной химиотерапии первый курс и второй курс, что подтверждено гистологическими исследованиями, опухоль садится, канцерматоз уменьшается при проведении вот этой интерперитониальной химиотерапии под давлением. А это вот исследование, которое по этому поводу началось, рандомизировано и будет закончено в следующем году. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что это из вышесказанного было вам интересным или будет полезно в вашей работе. Продолжение следует... Спасибо.